И вот еще, что хотела сказать. Ну, это на тот случай, конечно, если вы будете вести авторский надзор. Тогда ответственность ложится будет не только на мастеров, которые делают работу, но и на дизайнеров. Заказчик с ним тоже будет спрашивать. Вот, я говорю, то, что у нас сейчас с косвиком с елочкой происходит, дизайнер открывается. Потому что авторский надзор заключила, а вот это вот не уследило за вот этим процессом. Поэтому, пожалуйста, либо при покупке материала, когда идет согласование с заказчиком, когда идет оформление. Пожалуйста, во всех магазинах просите технологические выставки. Наш магазин всегда дает инструкцию по уходу, инструкцию по монтажу. То есть мы стараемся полностью все дать человеку максимально. Потому что ошибки, ну, дорого отходятся. Дорого. На сегодняшний день площади квартиры большие, умножить эту настроенность доски, настроенность траву. Переделки отходятся очень долго. Я беру наши заказчики, ну, по-человечески ее, конечно, жалко. Но покупать это все за свои деньги. Но сделать это ничего не нужно. Ну, про укрытие я вам сказала. Похоже, про укрытие две недели, пожалуйста. Соблюдайте это правильно. Почему я не люблю укрытие? Мне кажется, когда я расскажу про слово, как я в свое время работала мастерой. На строительных работах. И мы тоже делали квартиры. Так вот, мы нанимали уборщицу, которая мыла полынка каждый вечер. Объясняю, почему это было выгодненько по всем параметрам. Любое укрытие, оно полиэтилен, картон, оно не бывает абсолютно герметичным. Где-то есть места, где-то полиэтилен порвался, где-то между картоном образовалась дырочка, туда посыпалась какая-то пыль, посыпался какой-то песок. И все это, попадая под ваше укрытие, в процессе хождения, работы, как образец. И я столкнулась с тем, на одном из объектов, что укрытые полы, они после поднятия этой пленки, они выглядят хуже гораздо, чем то, что я найму уборщицу и на каждый вечер будет мать. Это мне дешевле встанет. Потому что я как мастер принесла ответственность за состояние того, что это же твои дела, или это твои, ты обречаешься. Поэтому, вот как вариант, это, допустим, ну, я просто ходила по соседям, искала, кто согласен на их полу за такие деньги. Заодно можно лифт помыть, когда мы принимаем материалы, естественно, мы лифт за мусорем, и люди раздражаются. Вот. Либо мы их укрываем, ну, вот я говорю еще раз, это надо тогда очень хорошо укрыть. Первое. Все пленочки, все проклеить, чтобы вот буквально песочек никуда не попадал. Потому что песочек попал, человек на него встал, вот эта шелкнулась, на полу проявляет потеплости. Как мы потом будем ремонтировать? Чайный. Продолжение следует.